Церемония открытия нового здания Брестской областной инспекции животного и растительного мира получилась по-настоящему торжественной. Поздравить природоохранную службу с новосельем приехали государственный секретарь света безопасности Республики Беларусь Станислав Зась, начальник государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь Юрий Тертель, представители всех силовых структур региона и руководства города. Председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис отметил весомые результаты работы областной и шести межрайонных инспекций. Только в 2018 году выявлено более 530 нарушений законодательства, в том числе 320 в сфере рыболовства. Для вас созданы благоприятные условия для работы. Новоселье сотрудников природоохранной службы совпало с назначением нового начальника. Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира. Несколько дней назад ее возглавил Иван Павлюкович. Кадровые решения – результат государственной работы по оздоровлению всей структуры. Красив очистился от тех людей, которые запятнали через свой мандир. Ни много, ни мало, а из шести начальников областных управлений изменили четырех. Уволены восемь межрайонных руководителей Розации, пять их заместителей, ну и еще целый ряд сотрудников. Кроме того, проведены другие мероприятия профилактической направленности по пресечению таких вот коррупционных правонарушений. Реконструкцией двухэтажного здания занимался Брестоблсельстрой. В современной новостройке площадью почти 900 квадратных метров разместились 10 рабочих кабинетов со всеми современными гаджетами, спортивный зал для тренировок и две комнаты отдыха для инспекторов. Гостям представили образцы современного оборудования, которым оснащена природоохранная инспекция. Для стоянки автотранспорта и хранения плавательных средств предусмотрены три гаража и уличные навесы. Мы должны не отставать от правонарушителей, по крайней мере, и иногда идти немножко на шаг впереди по техническому оснащению. Сегодня мы работаем в этом направлении с различными предприятиями, в основном белорусского, конечно, нашими белорусскими. Это Белома, к примеру, где мы приобретаем приборы ночного видения, цепеллозионные приборы, венокли более совершенные, усовершенствованные, ну и другую технику. Разрабатываем на сегодняшний день нормативную базу для того, чтобы закрепить возможность для нас использования дронов. Особая ответственность лежит на сотрудниках Брестского управления государственной специи защиты животного растительного мира. Почему? Потому что это особый край, уголок нашей страны. Здесь вот Белорусская пуща, конечно, это особо охраняемая территория. Мы должны тут надежно такую заслону выставить, что, в общем-то, и делается. То, какое внимание уделяется государственной специи, вы сами видите. И вот на сегодняшнем примере, и на примере того оснащения техники, которую они имеют, есть с чем работать, есть с кем работать. Поэтому, я думаю, что задачи они все свои решат. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.